Вы слушаете международную радиопередачу Дерек Принс интерпретирует Библию. Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу Вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Во вчерашней беседе мы беседовали о первичном главном имени Бога Ветхом Завете, Элогим. Это имя употребляется 2500 раз в 39 книгах Ветхого Завета. Библия является книгой, содержание которой концентрируется на Боге. Где-то в глубине каждого человеческого существа кроется голод знания истины о Боге. И Библия является единственной в мире книгой, которая может успокоить этот голод. Это и есть подлинная причина того, что Библия в наши дни является по спросу покупателей книгой номер один. В нашей вчерашней радиобеседе мы занимались значением слова Элогим. Слово Элогим является основным названием Бога в гибрайском языке Ветхом Завете. Второе – это форма множественного числа, хотя в норме за ней идет глагол единственного числа. Третье – основным намеком этого слова есть сила, величие, праведность, справедливость, вечность и место небесного жительства. Четвертое – это слово применяется также и к сотворенным существам, которые имеют также в некоторой степени атрибуты Божьи. Например, ангелы, добрые или злые, управители и судьи. Значение слова Элогим мы суммировали такой фразой – совокупность всего, что является Богом, то есть Божеством. Сегодня я желаю рассмотреть один из аспектов имени Бога, то есть имени Элогим, аспект совершенно уникальный в библейском откровении Бога. Это нечто такое, чего невозможно найти ни в одной книге и ни в одной религии. Этим уникальным аспектом Бога, объявленным в имени Элогим, есть комбинация единства и множественности в среде природы Бога. Давайте возвратимся опять к книге Бытия, первой главе, первому стиху. В начале сотворил Бог небо и землю. В прошлой беседе я указал на то, что слово Элогим, то есть Бог, является здесь множественным числом. Тогда как глагол сотворил, следующий после него, представляет собой единственное число. Итак, глагол единственного числа следует за существительным множественного числа. Этот парадокс содержит в себе зерно истины, которое раскрывается всем священным писанием. Существует подобный парадокс в выдающемся стихе книги Второзакония, 6 глава, 4 стих, который евреи называют Шима, доктринальное положение веры Израиля. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь один есть. Интересно, что это предложение в гибрайском языке построено только из четырех слов. И еще более интересным есть то, что три из этих четырех слов являются по форме множественным числом. Единственным словом, которое в единственном числе, есть слово Один. Итак, мы видим здесь опять парадокс соединения единства и множественности в откровении природы Бога. Одним из способов понять это есть знание того, что в гибрайском языке существует два различных слова, означающие Один. Первым словом есть Яхид, а другое слово Эхад. Слово Яхид означает то, что совершенно едино и уникально. Например, в книге Бытие, 22 главе, 2 стихе, Господь говорит Аврааму, «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака». Здесь употреблено слово Яхид, потому что у Авраама был только один сын. В Псалме 25-16 стихе Псалмопевец говорит, «Я одинок и угнетен». Здесь также есть слово Яхид. А вот слово Эхад означает единство, состоящее из некоторого числа элементов. Так, например, во второй главе книги Бытия, Бог рисует природу брака и единства Адама и Евы, говоря следующее. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Здесь слово «одна» передано гибрайским словом Эхад. Слово Эхад употребляется там, где два предмета, объединяясь, формируют один. Итак, Эхад означает единство более чем одного предмета. «Когда соглядатые, то есть разведчики Израиля, отправились в обещанную страну, чтобы осмотреть ее, они прибыли в долину Эшкол. Вот что говорится в книге чисел, 13 главе, 24 стихе. «И пришли к долине Эшкол, и срезали там виноградную ветвь, и одной кистью ягод, и понесли ее на шесте двое». В этом тексте слово «одною», «одною кистью» передано гибрайским словом Эхад, потому что это была одна гроздь, но состоявшая из многих частей винограда. Есть еще одно выдающееся положение в книге Судей, 20 главе, 11 стихе, когда вспыхнула гражданская война между коленами Израиля. Вот что здесь сказано. «И собрались все израильтяне против города единодушно, как один человек». Здесь слово «один» передано гибрайским словом Эхад. «Много тысяч людей, но тем не менее они сформировали единство». В видении пророка Иезекииля, книга Иезекииля, 37 глава, Господь сказал ему взять два жезла и назвать их именами двух ведущих колен Израиля. Стих 16 «Ты же, сын человеческий, возьми себе один жезл и напиши на нем Иуда и сынам Израилевым, союзным с ними. И еще возьми жезл и напиши на нем Иосифу, это жезл Ефрема и всего дома Израилева, союзного с ним». Стих 17 «И сложи их у себя один с другим в один жезл, чтобы они в руке твоей были одно». Здесь употреблено слово «эхад», потому что это слово состояло из двух жезлов. Будучи сложенными вместе, они создавали единство. Я верю, что все эти иллюстрации помогут вам понять вид единства, представленного словом Элогим. Это совершенное единство, но содержит в себе больше, чем одно. Например, есть в Библии места, где эта проблема ясна. После того, как согрешили Адам и Ева и потеряли право жить в Эдемском саду, мы читаем в книге Бытие, 3 главе, 22 стихе, следующее. «И сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло». В этом отрывке знание добра и зла является отличительной чертой Бога. В словах «как один из нас» слово «нас» написано с большой буквы, а это значит, что речь идет здесь о Боге. И так существует единство и множественность в природе Бога. Еще одним интересным текстом есть книга пророка Исаии, 6 глава, 8 стих, где Исаия имел видение Господа. «Вот что он говорит. Здесь говорит Бог, а Он употребляет как единственное число, так и множественное. Он говорит, кого мне послать, кто пойдет для нас?» Итак, на протяжении всей Библии мы находим захватывающий парадокс, который заключается в том, что Бог есть один, но это единство Божье состоит из более чем одного. Полная истина этого парадокса, единства и множественности Бога, объявлена нам в Новом Завете. Я не имею времени читать многие тексты, но прочту один, самый выдающийся. Это последнее поручение Христа своим ученикам, записанное в Евангелии от Матфея, 28 главе, 19 стихе. Читаю. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Это и есть имя Бога. Мы должны быть крещаемы во имя Бога, что означает погружение себя в Бога, потерю личной жизни. Полнота же Бога представлена в трех именах – Отец, Сын и Святой Дух. Когда мы понимаем все это, то нам становится также понятным первый стих, первой главы книги Бытия, где Бог, то есть Элогим, имеет форму множественного числа. Истина об Отце, Сыне и Святом Духе не является чем-то абсолютно новым в Новом Завете. Эта истина имеется и в Ветхом Завете, но в Новом Завете она представлена нам в развернутой, конкретной форме. Я желаю привести два примера. В книге-притчей, в 30-й главе 4-м стихе, автор пишет следующее. «Кто восходил на небо и не сходил? Кто собрал ветер в пригоршни свои? Кто завязал воду в одежду? Кто поставил все пределы земли? Какое имя Ему и какое имя Сыну Его? Знаешь ли?» Каждый, знакомый с Откровением Священного Писания, понимает, что речь здесь идет о Боге. Только Бог сделал все это. И вот вопрос. Какое имя Ему и какое имя Сыну Его? Вот где находим мы начало Откровения о взаимоотношениях Отца и Сына. В Ветхом Завете. А после этого, в книге пророка Исаии, в 48-й главе, стихи 12, 13 и 16, некто говорит следующее. «Послушай меня, Иаков и Израиль, призванный мой, я тот же, я первый и я последний, моя рука основала землю, и моя десница распростерла небеса, призову их, и они предстанут вместе». Понятно, что во свете Откровения Священного Писания ясно, что здесь речь идет о Боге. Он первый, последний, творец, тот, кто держит небеса и землю. И дальше автор говорит, стих 16, «Приступите ко мне, слушайте это, я и сначала говорил не тайно. С того времени, как это происходит, я был там, и ныне послал меня Господь, Бог и Дух Его». И так здесь говорит Божественная Личность. Говорящий заявляет, что Бог и Дух Святой Его послали. Понятно, что это говорит Иисус Христос, Сын Божий, посланный Отцом и Святым Духом. И все три, Отец, Сын и Святой Дух, являются единством, Богом единым. Это и есть тайна природы Божьей, единство и множественность. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением. Редактор субтитров А.Семкин